Мы подзабыли, что главным достижением российского автопрома должны стать автомобили Аурус, ведь первенца этой марки, седан Сенат, публике презентовали еще три года назад. И это весьма наглядная иллюстрация поговорки про сроки ожидания обещанного. Между тем, в самом конце 2020 года на заводе группы Солерс, что расположен неподалеку от набережных Челнов, кузов Сената впервые сварили по серийной технологии. До этого кузова делали при помощи кондукторов на мощностях столичного института НАМИ. С того момента была сделана целая партия тестовых корпусов. Притом времени на раскачку почти нет. Дать серийные машины рынку компании предстоит этой весной, в мае. А это значит, до отправки первых оплаченных машин клиентам остается около двух месяцев. Но дела идут. Совсем недавно первая партия роскошных седанов покинула конвейер, чтобы отправиться на сертификационные испытания. В свободную продажу этот тираж не поступит и после окончания тестов будет полностью уничтожен. Предзаказ на автомобиле открыт. Клиентам предлагают ориентироваться на 22 миллиона рублей за машину. Для сравнения, Rolls-Royce Ghost нынче предлагается за 250 тысяч британских фунтов. Это плюс-минус 26 миллионов по текущему курсу. Как только приветственная партия будет распродана, в продаже появятся машины всего по 18 миллионов за штуку. От первенцев более доступная версия будет отличаться менее пафосной отделкой интерьера. Следующая новость от отечественной марки Lada. Как удалось выяснить каналу Автоплюс, российская марка номер один не планирует ставить на семейство Largus автоматизированные трансмиссии, включая хорошо известные по вести вариатор Jatka. По официальной версии, семиместная версия Largus оказалась слишком тяжелой для беступенчатой трансмиссии, а потенциальные покупатели пятиместного исполнения не готовы доплачивать за отсутствие педали сцепления. Также фургоны и универсалы никогда не получат мотор 1.8. Он выходит неоправданно дорогим. То есть моторная гамма по-прежнему будет состоять из двигателей 1.6 на 8 и 16 клапанов. И еще обновленный Largus умудрился подорожать менее чем через месяц после оглашения прайс-листа. Прибавка составила 15 тысяч рублей.